Продолжение следует... 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 обучение ребят к антическому разбору, построение много звуковых моделей. Мы сегодня поговорим с вами о другом направлении, о каком же. Вот перед вами, познакомьтесь, пожалуйста, содержание курса обучения грамоте. Вот вы видите, что все содержание выстроено по четырем основным линиям. Вот в каждом букваре, в каждой системе мы можем выделить основные линии, каким бы автором, кто бы автором не был. Вот в данном букваре вы видите, первое линии – это формирование первичных умений выполнять этапы учебной видимости, то есть регулятивные учебные действия ставятся на первое место, а уже содержание является средством для формирования навыков выполнения этапов или шагов по открытию нового знания. Вторая линия, вы видите, вы можете прочитать, связана с развитием мыслительных операций и мыслительных. То есть как раз на основе литературных произведений, текстов, которые включены в букварь, происходит развитие таких процессов, как анализ, синтез, классификация, таких мыслительных процессов и не просто операций, а мышления, вербальные речи, воображения и так далее. Вот обращаю ваше внимание на третью линию. Это связано с формированием полноценных магистрических памяти и как раз овладением первичными орфографическими и функционными действиями. Ну, четвертая линия, вы видите, как раз связана с развитием познавательных, художественно-творческих способностей. Ну, как раз связана с развитием личностных качеств, которые также развиваются и именно развиваются при чтении литературных произведений. Вот о чем сегодня у нас с вами пойдет речь на заключительном лабинаре, повторяю, по курсу обучения грамотных. Мы поговорим с вами о линии, в которой заложено как раз формирование у ребят первичных орфографических и функционных знаний и линии. Дело в том, что стандарт, в настоящий момент, в стандарте заявлено требование к содержанию курса обучения грамотных именно формирования и юридичных орфографических знаний и линии и линии. Поэтому мы с вами сейчас посмотрим, перед тем, как будем переходить к уроку, к строению урока, посмотрим, какое же содержание вложено именно буквально линии банами в это и содержать линии. Не так много все-таки основная цель, я вам напомню, все-таки курс обучения грамотных, это формирование навыков чтения. Все-таки из орфографической линии, компенсационной, обратите внимание, из раздела «Морфология и симпатия» ребята знакомятся с изменением формы слова. Вот перед вами на слайде вы можете увидеть, ребята, фрагменты заданий и так далее из разных уроков. Вот обратите внимание, при формировании навыка чтения ребята учатся ставить существительную, вернее, не ставить, а изменять значительную категорию числа. То есть наблюдают на том, что при существительной числе можно поставить существительную вложенную числа. ребята учатся все, что очень важно, особенно для ребят, у которых есть недоразвитие речи, согласовывать существительные прилагательные вроде числа и падежи, не называя эти категории, эти понятия. На что опираются? Во-первых, при каком виде упражнения? В данном случае вы видите в нижней части слайда предложение. То есть читая предложение, модель, ребята самостоятельно подбирают подходящие по смыслу слова той или иной части речи. Вот обратите внимание на модель, я думаю, что вас уже заметили. В первом предложении Яна Малерон, вы увидите сразу модель, какой части речи. Коллеги, вы можете уже в чат написать. В первом предложении, в какой части речи слово пропущено. То есть вы видите вот овал и там две линии. Это модель какой части речи? Глагол, совершенно верно, спасибо большое. И вот обратите внимание, вот уже не надо, ребята будут переучивать. Не случайно взята эта модель. То есть глагол чаще всего, или практически всегда, в предложении является основным. И вот здесь, вы смотрите, уже преподектик идет введение синтаптической роли глаголов. Во втором предложении, посмотрите, уже взята графическая модель. Я думаю, что вы уже догадались, в какой части речи у Малера. И посмотрите, предмет обозначен картинкой, а прилагательный совершенно верно обозначен уже моделью. И вот смотрите, вот идет согласование неприлагательного и картинки. Причем посмотрите, почему видена картинка. Дело в том, что при формировании навыка чтения мы должны использовать для детей, которые только осваивают этот навык, которые учатся читать, слова с изученными буквами. Если на данный момент какие-то буквы не учатся, а слово надо включить, то в этом букваре заменяем картинки. А вот уже опираясь на модели, картинкам ребята составляют свое сочетание и дополняют предложение. Соответственно, нам здесь позволяем, можно организовать различные формы работы, как индивидуально, так в парах, так и в группах. И вот обратите внимание, если мы говорим над изменением формы слова, то мы как раз начинаем организовать работу на том, чтобы ребята, скажем так, астантинно наблюдали на тем, что, например, глаголы в прошедшем времени не изменяются по родам. Соответственно, и по числам. То, что наблюдает, и здесь можно организовать работу на том, чтобы ребята приводили свои примеры слов и аналогично, каким образом, изменяли их формы. Что еще, чтобы не застрять ваше внимание надолго в этой линии? Из раздела пунктуация в букварь заложено интонирование предложений при чтении, опираясь опять же на, вы знаете, пунктуацию. И уже, обратите внимание, до буквенном периоде, если не ошибаюсь, даже в адаптационном периоде, при введении модели предложений вводятся знаки притонирования. Точка, попросительный знак и доприцательный знак. Вот таким образом мы предлагаем проводить преподептику предложений по цели высказывания и по интонации. И уже на протяжении всего курса обучения в грамоте ребятам предлагается задание систематически, что очень важно, чтобы учителя интегритали велосипед, и не было дополнительной нагрузки при подготовке к уроку, уже в акваре заложено задание на составление предложений, разность его по цели высказывания и разность совершенно по интонации. Ну, конечно, будет циталон, что такое предложение, и какие знаки притонирования могут стоять там. Из раздела по орфографии, обратите внимание, опять же, в до буквенном периоде вводятся правила написания заглавной буквы. Обратите внимание, вводится циталон. Он с левой стороны от вас получается на слайде. Какие слова пишут заглавную букву? Собственные. И уже приведены примеры, но и собственные. А с правой стороны, обратите внимание, в данные уже модели предложений. Здесь вы можете сразу уже догадаться, какие слова, какой части речи, какой модели обозначены. Но вводится правило, что первое слово в предложении пишется с большой буквы. Обратите внимание, в предложении уже указана большая буква. Я думаю, что эта модель не новая, и вы, наверное, встречали в разных букварях способы обозначения заглавную букву в предложении. Но здесь еще обратите внимание, мы вводим правило, что все слова пишутся раздельно. Почему на моделях все-таки, вернее, предложения, модели слов связаны между собой? Вот эта связь не то, что слова пишутся целиком. Нет, вот эти горизонтальные линии, которые связывают вот эти модели, блоки, говорят о том, что все слова должны быть взаимосвязаны. То есть что такое предложение? Это предложение, что слова связаны, согласуются между собой, связаны по смыслу. И предлоги здесь нужны для того, чтобы связывать слова, чтобы мы их согласовывали. И вот эти горизонтальные линии, обращаю ваше внимание, показывают на то, что должны быть все слова, связанные между собой и правильно подроблены. Но вот как раз, опять же, эти модели вводятся в добуквенный, даже в дотационный период вводятся, когда еще звук и буквы не изучены. Для чего? Для того, чтобы систематически проводилась работа по развитию речи с опорой на модели. Вот возьмите себе, пожалуйста, батарейки, это незаметно, потому что это часто такой момент, когда из практики он вылетает. Почему? Потому что не заложено в содержание учебников. А мы с вами при подготовке к уроку опираемся именно на это. И часто мы забываем, не потому что мы, допустим, наша квалификация нам не позволяет это, а потому что просто мы настолько загружены, мы действительно можем про это забыть. Вот содержание этого доквали не позволит вам сделать, и ни в коем случае не усложнит ваш труд, потому что не надо изобретать, все уже есть в содержании. Ну, идем дальше. Что еще интересного? Вот обратите внимание, вот говоря про орфографическое написание слов и предлогов, это уже в конце второй части. То есть наша школа сейчас подходит к этому уроку, если не ошибаюсь, это, наверное, урок 85-й или 86-й, связан с введением правил написания предлогов. Обратите внимание, данные сюжеты и иллюстрации, по которым ребята могут составлять предложения с предлогами. Введены данные виды предлогов, чтобы ребята запомнили. И, смотрите, какое задание достаточно сложное, где ребята должны подобрать подходящие под смысл предлоги и вставить их в предложение. Конечно, задание рассчитано уже на детей, которые умеют читать. И хорошо читать, конечно, здесь навык чтения должен быть, чтобы ребята читали и понимали, какого предлога им хватает. Поэтому этот урок является не заключительным периодом, чтобы уже навык чтения был сформирован у всех ребят в классе. Это все орфографическое линии. Коллеги, что еще в содержании орфографии? Наше правило, которое вводится именно в этот период, именно про описание буквы сочетания жи-ши, чай-ща и чу-щу. Коллеги, нашим букварем эта тема тоже является на завершающем этапе. Вот поэтому сегодня мы поговорим с вами о формировании орфографических навыков в период обучения грамоте и особенностях построения урока в данном периоде. Почему я выбрала именно эту тему? Дело в том, что следующий, я уже говорила, период уже, мы переходим к русскому языку. И здесь, на предыдущих вебинарах, мы говорили о как строить урок в деятельственном подходе при знакомстве нового языка. Поэтому сейчас содержание будет видоизменяться, и мы плавненько с вами вот такой сделаем мостик к построению урока уже при изучении содержания курса русского языка. Обратите внимание, как в нашем букваре строится работа по изучению как раз данной орфограммы. На одном уроке вводится правописание буквосочетания «жиши» в сильной позиции, коллеги, обратите внимание. А на следующем уроке вводится сочетание буквосочетания «чаща» и «чу-щу». Вот здесь я думаю, что вы обратите внимание на то, что программа является уже как искусство русского языка, и здесь очень важно не просто уметь читать словам данного языка сочетания, но важно формировать умение написания слов с данным языком, с правилами с определением буквосочетания. Поэтому в содержании нашего разговора, в содержании урока, я включу и покажу вам, на каком этапе урока надо подключать прописи. А раз у нас появляется с вами пропись, то здесь у нас с вами не чистый будет урок чтения или обучения в рамках, но это будет урок комбинированный. То есть мы с вами комбинировать будем урок чтения с письмом, работа с букварем, работа с прописью. И вот почему важно уже, вроде как еще по букварю работаем, но уже подключаем работу в прописи на этом уроке. Если раньше, допустим, я знаю, просто есть коллеги, которые разделяют один урок действительно чтения, другой урок письма, то есть не интегрируют. Мы попробуем синтегрировать, это важно, потому что будет плавный переход к, опять же повторюсь, уже не один раз говорила за наш разговор, будет плавный переход к урокам русского языка, если до этого не было. Если вы интегрируете уроки чтения письма, то здесь, конечно же, никакого резкого перехода не будет. Это ваш привычный вид работы для вас и для собственных ребят. Ну что, мы сплавно с этим переходим. Вот вкратце, вас познакомила с содержанием именно этой линии, связанной с формированием физических понятий. Мы с вами плавно переходим тогда к строению урока. А урок я выбрала как раз знакомство с написанием сочетаний жиши. Вот перед вами на слайде страница букварям, посвященная этой теме. Не разворот, как мы с вами в предыдущем вебинаре видели, при знакомстве с новой буквой, а именно один разворот. Но в принципе, то, как я вам предлагаю сейчас построить урок постановки учебной задачи, этого содержания хватит, причем еще мы подключим прописи. Урок будет выстроен деятельностным подходом и напоминаю, что мы должны с вами урок построить таким образом, что реализовали три направления – организационное, содержательное и деятельность. Коллеги, все эти направления вам понятны. Как реагируйте, пожалуйста, к форме? Организационное, спасибо большое, спасибо. Организационное связано как раз с тем, как будет построена в одними рамках, как будет построена этапа урока, содержательное как раз, что будет включено в каждую из этап уроков. Но деятельностное, я надеюсь, что мне удастся проиллюстрировать вам этап учебной деятельности. Вот эти все три направления, обратите внимание, они все взаимосвязаны друг с другом, ни одной из которых вы не должны упустить. Поэтому давайте согласуемся с теми урока. Если мы говорим про урок «Постановка учебной задачи», то обратите внимание, мы должны в уроке отразить четыре основных шага. Это постановка задачи, процесс решения учебной задачи, освоение нового способа, как раз мы говорим про буквосочетание решений, как ребята будут писать, ну, конечно же, контроль и оценка результатов данной задачи. Вот этапы, я думаю, что они вам знакомы, заострять ваше внимание долго на этом стадии не буду, как раз мы переходим с вами к решению о нашем цели. В данном случае цели, к моему большому сожалению, упустила момент. Давайте скорректируем. Я думаю, что вы поняли, что у нас с вами сочетание «Жиши», поэтому цель мы у меня немножко сочетание должно быть «Жиши» в ударной позиции. Вот эта цель немножко не та, у меня оказалась на сайте, но нашу свои извинения за это. Но обратите внимание, первая цель – скорректируем, с остальной цель остается без извинений. Вторая – формировать умение строить слогозвуковые модели. Ну, конечно же, формировать умение читать слоги, слова небольшие. Тексты с данными буквами читаем. Итак, плавненько ухожу, с целью, я думаю, согласовали. Единственное, что здесь вернусь на этот слайд, обращу ваше внимание, что у нас с вами предметные цели изоложены. Здесь метапредметные цели пока не указаны. Предметные цели вы указываете свои, которые вы ставите перед собой на данный уровень. Либо у вас будет связано, вы будете делать акцент на развитие умения, определенные этапы учебной деятельности проходить, либо у вас будет все связано с коммуникативными навыками. Вот это на ваше усмотрение. Но с чего необходимо начать наш урок? Конечно же, с первого этапа – с мотивацией. Он у каждого учителя проходит по-своему. Самая главная цель этого этапа, мы с вами говорили очень подробно на предыдущем вебинаре, это создание внутреннего настроения на предстоящую работу. Филинбайн в Исландии предложен три юра. Обратите внимание, это прохождение, загадки, эпиграфы, пословицы, поговорки и так далее. Но вы видите, что я выделила одиноксихологическую самопу. Здесь очень важно вас с вами сейчас уточнить. Я вот по вашим отзывам с предыдущего вебинара поняла, что здесь надо вам предложить некие примеры, варианты, как можно начать работать. Я вам сейчас предложу два варианта. И мы с вами должны быть согласоватся. Такой из этих вариантов удачный. Но здесь, прежде чем говоря о психологической установке, еще акцентирую ваше внимание, потому что на этом этапе нам надо с вами выполнить религию. Не просто настроить эмоционально, вызвать желание на работу, на уроке, но мы должны это желание уйти с эмоционального уровня на создание именно произвольности, развитие произвольного толчка внутри каждого ребенка, на то, чтобы каждый понял, что надо работать, я должен включиться. Потому что все-таки мы не будем забывать, что у нас первый класс, и у ребят вот 6-7 лет очень связано, и сейчас такое внутреннее, такое желание, эмоции хочу, буду, не буду, хочу, не хочу. От этого надо уходить. Поэтому мы с вами сейчас говорим про внутренний настрой, но при этом внутренние потребности должны быть в этих ребят, и, конечно же, создать тематический рамк урока. Здесь я тоже хочу делать, что вы имеете в виду. Итак, олег, мы с вами начинаем работу на уроке. Я вам предлагаю сейчас первый вариант организации этого этапа. Вот, обратите внимание, что предлагает учитель. Учитель предлагает повторить следующие слова. Я на уроке русского языка. В данном случае можно говорить на уроке обучения границы. Я все знаю, я все умею. Вот, и дальше он предлагает повернуться лицом к соседу и сказать, «Я желаю тебе добра, если тебе будет трудно, я помогу». Вот с этого начинаем. Вот, коллеги, обратите внимание, очень хороший настрой, хорошая установка по поводу того, что «Я желаю добра, тебе будет трудно, я помогу». Это говорит о том, что готовы взаимопомощь и выручки. Это уже снимает некий такой момент стресса, значит, что каждый из одноклассников, каждый из учеников понимает, что ему будет оказана помощь либо в лице одноклассника, и, конечно, в индуале, либо в лице учителя. Здесь в такой момент очень быть внимательным, «Я все знаю, я все умею». Ну, здесь вот я бы подчеркнула слова «Я все знаю, я все умею». Вот здесь надо быть очень аккуратными. Но раз мы все знаем, мы все умеем, зачем мы будем открывать новое знание? Поэтому здесь замечательные в чате я вижу слова, поэтому я хочу сказать огромное спасибо Оксане, которая мне писала, что вот такая установка, на мой взгляд, очень замечательная. Мы умные, мы дружные, мы внимательные. Вот это замечательно, потому что мы говорим о том, что старательные, да, совершенно верно. Вот это мы говорим акцент на те способности, которые нам помогут преодолеть трудности, которые помогут нам справиться за труднение. Потому что, к сожалению, мы не все знаем, это невозможно все знать. Но если вдруг возникнет ситуация, не знаем, мы наоборот справимся, потому что умные, мы старательные, мы дружные. Поэтому вот эти установки «Я все знаю, я все умею» и «Моя рекомендация» поменять вот именно на те фразы, которые вы мне сейчас пишите в чат. Спасибо вам большое за ваше участие. Это первый вариант. Поэтому будьте аккуратны вот с этими утверждениями. Здесь нужна мера. Именно мы ставим акцент на том, что нам поможет узнать новое и открытое фразы. В этом же варианте мы продолжаем разговор. Урок продолжается. После этого учитель предлагает отправиться в путешествие. по океану как раз море, по океану морю содержание форсу русского языка. Здесь обратите внимание, учитель предлагает прочитать сразу слова. Убирал, ну, вы можете прочитать. Замечательное ее задание. Здесь слова в первой группе, как в второй. И здесь обратите внимание, уже формулируется тема и цель урока. Коллеги, вам не кажется, что слишком рановато для этого вида задания? Смотрите, сразу тема и цель. То есть уже идет подставка. Вот мы говорили о том, что если мы говорим про деятельность, то ребята должны столкнуться с какой-то проблемой в ходе выполнения задания. В данном случае, обращая ваше внимание, мы говорим про этап мотивации. И здесь, конечно же, уже явно учитель дает подставку. И здесь уже ориентирует на тему и цель. И необходимость изучения уже правил, как таковое, уже отпадает. Потому что в самом месте, вот это проблемное условие для записи, ребята не обнаружили. Поэтому здесь отмежение. У нас же все-таки, я вернусь, извините, на предыдущий слайд. Вот на треугольничек, обращая ваше внимание, на зеленый. Могунь. Слово «могунь» – это тематические рамки. Мы не говорим про создание тему определенную. Уже нет требования сформулировать тему урока. Мы только начинаем работу. А здесь, обратите внимание, мы сразу формулируем и тему, и цель. Рановато, коллеги. Я думаю, что я вам сейчас покажу уже второй вариант спектакла «Мотивация» и попробуем с вами понять разницу. Готовы? Итак, здесь подведу некий итог. Смотрите, у нас получается установки. Мы поняли, что первые установочки нам надо поменять. Про взаимопомощь мы оставляем. Все замечательно. А дальше, посмотрите, вот уже работа со словами, в данном случае надо не торопиться, пока этого придержать в тормашке, пока это не ребятам отнимать. Как же построить работу, чтобы все-таки не забегать вперед? Итак, с кем мы переходим с вами по второму варианту организации этого этапа. Что у нас с вами ждет? Вот обратите внимание, тоже мы говорим с вами про психологическую установку. Вот прочитайте, пожалуйста. Коллеги, обратите внимание, мы сейчас вы дочитываете, да? Смотрите, на первый взгляд, не знаю, как ваше мнение, вы можете написать. Опять же, как у вас. Смотрите, здесь тоже в своем роде установка. Конечно же, идет отличие от первого варианта, да? Очень объемно. С одной стороны, казалось бы. Но здесь обратите внимание, очень идет, мне понравился вот этот ход работы, конечно, вот вы мои мысли читаете, прям очень много позитива. Обратите внимание, что поддержка, эмоциональная настройка, комфортность. Причем здесь нет расшатывания такого на уровне такого, что у нас с вами там что-то, а ладно, пойдет и не пойдет, а ладно, что мы там делаем. Нет, здесь говорит о том, что мы настраиваемся на работу. Ребята чувствуют поддержку, чувствуют доброжелательность со стороны учителя, настраивают себя, посмотрите, называют как раз основные такие вещи, которые важны в работе. Тепло, рука, поддержка, да? Глазки внимательно смотрят. Конечно, слово внимательно тоже надо поработать, потому что, знаете, я наблюдала за своими ребятами слово внимательно, для них ничего не значит быть внимательней. Для них это слово, оно оставалось в пустыне. Но вот раскрывая значение этого слова, ребята у меня уже поняли, что это надо думать о том, что я делаю, вижу то, что я делаю, и как-то роман смотрит. То есть концентрируясь на том задании, которое я выполняю. Если обратите внимание, моя голова хорошо думает, то есть настрой, концентрация идет на мысле деятельности. И, смотрите, учитель говорит, что он верит каждому ребенку, что вы будете любознательны. Смотрите, тоже психологический настрой. Вот это мы создали с вами, такое, можно сказать, создали ауру на уроке для того, чтобы пошла внутренняя подрывность, такой настрой. Причем, смотрите, вот эти моменты такие, которые настраивают на работу, если ребята к этому привыкают, а привычка коллеги формируется 21 день, то есть вы можете сказать 21 день, и 21 учебный день, начиная с 1 сентября, то ребята сами будут настраиваться на работу дома. То есть даже если вдруг пойдет какое-нибудь задание, или не вы, что это первый класс, мы говорим про второй, третий класс, какая-то работа, которая устаршая. И так как вот эти слова уже будут восприниматься, как, я не могу сказать привычку, а уже настраивать, если серьезный настрой идет, то сами себя ребята будут дома настраивать, я справлюсь, я внимательный, я преодолею, и уже будут погружаться. То есть это зайдет как некий ритуал, не побоюсь этого слова. Ну что после, вот смотрите, после создания вот этих вот, такой мотивации на уровне эмоций, такого настрой, смотрите, к чему дальше можно перейти, некий вариант. Вот дальше учитель открывает две позитивные буквы, буквы Ж и буквы Ш. Например, в таком виде вы можете сделать по-другому, может они обе сильные сделать, здесь не факт того, что я просто выбрала, потому что они позитивные, мармелад, например, вы можете выбрать другие буквы, не важно, самое главное, что они появляются. И вот смотрите, какой диалог можно проиграть. Что вы видите на доске? Ребята могут ответить буквы. Ж и Ш. Какие звуки обозначают эти буквы? Здесь можно значки звуков уже прикрепить. Дальше момент. Дайте характеристику звуков. Коллеги, не побоюсь, и так еще мотивация, чем видимость идет. Характеристику звуков далее. Что общего в звуках? Можно сказать, что он всегда твердый, не парный по твердости мягкости. Как связаны между собой? Уже буквы-то изучены. Мне кажется, что это парные буквы, они обозначают парные звуки. И вот здесь, вот смотрите, вот она тематическая рама. Вот для создания тематических рамок. В какой области предстоит вам сегодня делать открытие? И вот тут-то, смотрите, нет подсказки на то, что уже ШИ, еще буквы-сочетания не появились. Просто в области написания букв вот этих букв что-то будет с ними связанное на уроке. Написание. Какие-то могут буквы дружить, нет. В общем, уже все. Тематические рамки организованы, что именно с этими буквами будут работать. мотивация создана, не хватает только на вопрос. Связано с учебной деятельностью. Смотрите, раз предстоит, смотрите, учитель говорит о том, что в какой области предстоит открывать новые навыки, тут можно добавить вопрос, а какие этапы на уроке вам предстоит сегодня выполнить? И так как, если вы на протяжении всего периода обучения грамоте работали детям, что мы подходим, то ребята вам встали и назовут основные этапы, как будут работать. Вот, коллега, смотрите, это второй вариант этапа мотивации. Вот посмотрите, какой из этих вариантов вам более подходит. Смотрите, вы бы взялись на вооружение. Разрешите, я вернусь к первому варианту. Вот, пожалуйста, первый вариант с начала его, когда мы говорили с установками, когда якобы тематические рамки создавали. И вот, пожалуйста, второй вариант этапа мотивации. Смотрите, когда вот такой настрой был через сказку про счастливых людей, как они настраивали друг друга на работу. И вот создание тематических правов. Посмотрите, пожалуйста, какой вариант? Второй. Я, видимо, вас убедила. Я надеюсь, что вам вот эти два фрагмента, я вам проиллюстрировала, как можно построить урок, а какой выбрать лучший вариант, более удачный. Вы знаете, когда я прихожу на открытые уроки, я никогда не осуждаю учителя и не пытаюсь там, например, сделать какие-то такие критические замечания. Ведь учитель сам конструирует урок, он является автором этого урока. Вот, раз он выбрал эти формы и средства, то, значит, он так посчитал нужно. Мы можем при аналитике говорить о эффективности студии, насколько удачно оказался выбор педагога. и мы можем для себя на заметку взять, что удачно, что нет. Вот я повторю, что эти два фрагменты я взяла из конкретных уроков, которые разрабатывают наши с вами коллеги. Оба из них, казалось бы, чем-то похожи и они имеют свое зерно, которое мы можем использовать в своей работе. Но вы сами видите, при сопоставлении один и второй вариант действительно он более выигрышный, он более успешный, более, скажем, более грамотный. Поэтому всегда сравнивайте, смотрите. Я понимаю, конечно, просто с нуля строить урок тоже невозможно, это вам очень сложно. Но берите наработки все, которые я надеюсь, что эти наработки вам тоже в работе обязательно пригодятся, вы сможете использовать в своей практике на заметочку и не будете тратить это заценное время на поиске. У вас будет все уже, скажем так, в копилочке. Этап мотивации. Напоминаю, он должен длиться 1 или 2 минуты. Если вы там затянете на 3-4 минуты, я думаю, что ничего страшного не будет, но в любом случае, так как вы в практику будете водить, то, я думаю, что я уверена, вы это уже будете, вы уже будете экономить на этом периоде времени. А от мотивации, я думаю, вы со мной согласитесь, зависит очень много. Дети принимают этот настрой, они как-то будут работать. Поэтому, если, конечно, этап мотивации проходит не очень успешно, то здесь, к сожалению, наш драгоценный урок, он может пройти просто даром. Мы можем не успеть. Итак, после этапа мотивации, мы переходим к очень важному этапу, к этапу актуализации знаний. Коллеги, возникает вопрос вообще. Если мы говорим про систему Ильфовни Давыдова, то, знаете, возникают такие вопросы часто, а насколько нужен этап актуализации знаний. Дело в том, что основная цель этапа это, конечно же, подготовка мышления, открыть новое знание. Но мы с вами, когда, например, в своей жизни учимся на бытовом уровне, мы с вами этап актуализации знаний в принципе никогда не выполняем. Редкость. То есть мы просто дополняем привычный какой-то ход работы и вот раз мы встретили с вами и утром. Мы уже начинаем учиться чем-то. Поэтому, если у вас на уроке после этапа мотивации вы сразу готовы дать без повторения задания на запрещение, это ваше право. Почему? Гляния. Потому что, повторюсь, не всегда в жизни мы с вами повторяем а потом уже начинаем чему-то учиться. У нас с вами в процессе работы это происходит. Почему я все-таки на это решила сделать акцент? Дело в том, что любой урок он у нас в самом живой. Пытается тому, мы планируем с вами, а на уроке возникают много позитивных разных ситуаций. Поэтому, ну, урок, конечно, должен быть максимально приближен к жизненной ситуации. Для того, чтобы ребята понимали, что мы учимся не только в школе, но и на протяжении своей жизни, на протяжении своей жизни. Вы жизненеете. Но, этап актуализации знаний, я все-таки все работы сюда использую. Почему? Дело в том, что мы должны повторять именно те знания, обратить внимание на вторую цель этого этапа, которые необходимы потом будут для открытия новых знаний. то здесь мы должны дать необходимый ключик, ключики, если это не список знаний, которые потом ребята смогут использовать в своей работе при открытии нового какого-то знания или способа. Напоминаю, что на самом урок это сочетание сжи. Что я предлагаю включить на этап актуализации? Ну, во-первых, напоминаю, что для того, чтобы этот этап прошел на самом миноре у нас должно быть обязательно многофункциональные задания, их не должно быть больше плевых быть, желательно можно остановиться на одном задании или на двух, эффективно, конечно, использовать, отказаться от фронтальной работы, более эффективно будет организация парами или групповитка, длительность этапа не больше 50 минут, и, конечно, темп работы должен быть оптимально рабочим. Почему не фронтальная работа, коллеги? Фронтальная работа некая иллюзия того, что у нас все дети постараются. Нам надо максимально работу каждого ребенка, чтобы вам было интересно. Поэтому не забываем про формирование коммунициативных учебных действий, для этого мы с на определенной среде. Поэтому организовали пары с группами, и мы работаем. Здесь, коллеги, конечно, возникают часто вопросы по поводу посадки детей. Есть школы, в которых администрация школы просит сдвинуть пары, чтобы дети постоянно сидели в группах. Не знаю, коллеги, как у вас, вы можете в чат об этом опять же мне написать, но я против этого, потому что дети постоянно не могут сидеть боком в доске. Для того, чтобы в парах поработать, уже достаточно того, что дети сидят под двумем, а в группах можно спокойно организовать, если дети со точками развернутся или подойдут к другой партии. Потому что весь урок дети не работают в группах, это нереально, это невозможно, дети устанут, от этого мы их потеряем, действительно, не сорвем. Но 5-10 минут достаточно для того, чтобы дети поработали, ну, скажем так, суммарно это может быть на 20-минутный урок идут, но 3-4 задания, ну, 3 это максимальное задание из-за урока, 5 минут, дети могут вдруг поработать в остальное время и в основном кинезонное пространство. Конечно, партнер лучше так постоянно нести, чтобы дети были правильно относительно освещения и относительно видимости доски на протяжении всего рабочего лица. Итак, этап актуализации знаний мы идем с вами к конкретному содержанию этого этапа. Смотрите, что я вам предлагаю. Учитель вывешивает картинки следующего содержания и в 4. На этот раз. Я думаю, что мы можем позвучить. Напишите, пожалуйста, в чат мне, чтобы я себя проверила, насколько удачно те ли я слова решила проиллюстрировать, нет ли у нас с вами рассаждения. 4 слова напишите мне, что вы видите на картинках. так, пока не вижу. Так, не вижу пока. Так, кукшин, жироп, лепушка, пожарный. Так, Синя, спасибо вам большое. Так, жироп, пожарный. Так, а еще? Так, а еще? Пожарник тоже подойдет, кукшин, лепушка. Да, значит, кушить нет, нет, существительный должно быть такси, нет, все совершенно верно. Коллеги, значит, я правильно подобрала ее эстракт, и все, мы с вами согласовали. Действительно, мне нужно было слово жироп, мне нужно было слово пожарный, мне нужно слово было кукшин и слово лепушка, да, вот эти два слова мне нужно было. Так, смотрите, как вы считаете, какие задания можно предложить для выполнения группы? Вот эти картины. Пока, видите, только картинки, ничего нет. Какое задание можно было для детства предложить для выполнения? Лишние предмены, так, согласна. Еще что можно будет сделать? Лишние, кстати, очень легко находить отличия на две группы, на классификацию, вот, замечательно, спасибо вам. Так, еще что можно было бы сделать? Смотрите, мы еще с вами говорим о повторяющейся звуке словах, то есть нам нужно выделять звуки, совершенно верно, Надежда, правильно? Пишут о том, что объединяет общие, совершенно верно, вот она, классификация, развитие словам по принципу одушевленности, неодушевленности, совершенно верно. Вот видите, уже мы подключились к работе, здесь, конечно, коллеги, можно предложить, вот, видите, я поставила даже многоточие, вот она, с вами задание, где-то на разбиение на группы, такую еще картинку можно вряд ли предложить, совершенно верно, построить, слогозвуковые модели ко всем словам, пока орфограмму, видите, мы еще не совсем увеличаем, к одному слову, и так далее, конечно, вот разбиение на группы будет проще идти, если ребята составят услугозвуковые модели, вот, например, в данном случае, посмотрите, я выбрала слова, они достаточно длинные, вот, смотрите, и здесь разбиение на группы можно вот по картинкам одушевленным, неодушевленным, а как только мы составим графические модели, вот этим словам, звуковые модели, то здесь, посмотрите, мы можем предложить больше принципов, то есть, смотрите, мы можем дать сначала задание группам, составить модели, слогозвуковые модели, к одному слову, либо к двум словам, если хотите, можно дать все четыре слова на группах, составить модели, а можно предложить уже задание с готовым, я вам предлагала, знаете, на футболе, в прошлом вебинаре, когда к картинкам уже даны готовые модели, ребята должны соотнести иллюстрацию с моделями, подобрать, все в зависимости от того, как не менее вы хотите ребят потренировать или проверить, составлять модели или подбирать на вашу смотину. В данном случае я создала вот такие модели. Здесь уже мы можем подложить, какие принципы разведения на группу, кроме одушевленности, неодушевленности, я думаю, что уже по количеству словов в слове правильно Жанна пишет, по позиции ударения в слове, ну и еще как раз мы можем говорить о том, что по количеству двух букв в данных словах. Ну вот здесь возможно различные варианты работы, но здесь посмотрите сколько видов мыслительных операций мы с вами можем подтренировать и развить. И посмотрите, и уже вот вам вариант задания не повторюсь. Его оно, посмотрите, в принципе, если вы следите за нашей серией вебинаров, вы видите, что они достаточно шаблонные. То есть, в принципе, задания, которые возглавляют, которые, в принципе, имеют общее, скажем так, направление виды заданий, да, которые заложены в самоупражении, не то, что у ребят как раз уже на определенном уровне уже навык будет уже точно сформирован. Навык проводить анализ, синтез, сравнивать, разбивать на группы. То, что требует от нас с вами вообще действия, которые нужны для того, чтобы ребят успешно обучались в школе, а как раз для развития мышления, чтобы идти к речи, обоснованность мнения, как раз, когда ребята будут обосновываться и приводить, скажем так, доказательства своего мнения. Что важно, здесь я предлагаю вот как раз вот из-за вопроса, которые вы мне уже в чат писали, что в общего в словах, какое слово лишнее, на какие группы можно обучить, я предлагаю оставить вот такие два слова, жирак и кувшин. здесь есть, я думаю, заметить вы или нет, не, скажем так, слово, одно из этих букв для нашей с вами орфограммы, сочетание ниже, ш, одно слово не очень удачно. коллеги, как вы думаете, какой у этих слов не очень удачно подобрана? Жирак или кувшин? Или все слова подобраны? Так, жирак, Наталья, кувшин. Так, оба слова, так, почему слово жирак нам не подойдет? Не очень удачно, коллеги. Я с вами сам гласна, безударно гласна, нам нужна сильная позиция, коллеги. Так, а почему слово кувшин не очень нам подойдет? Почему оно не очень удобно нам? Как вы считаете, или вы считаете, что слово кувшин удобно для подбора? Вы терялись или пишите? Что-то у нас в середине слова такого интересного. Вот вам звук. Арфограмма какая встретилась? Парная согласность. Да, спасибо вам большое. Видимо, подвисает немножечко. Вот, коллеги, почему я выбрала эти именно два слова? Дело в том, что, я повторюсь, если мы с вами вспомним цель, у нас часто мы с вами наступаем на эти грабли. Из этого надо каким-то образом выходить. Извините за слово выкручивать. Дело в том, что буквы сочетания с жишей не должны быть в сильной позиции. Но слов достаточно мало. Особенно предметов, которые еще можно проиллюстрировать. И часто при подготовке к уроку мы начинаем, например, хоротиться и вот в этом поиске забываем про то, что у нас опаздывает проверить себя, насколько мы правильно подобрали слова. Вот здесь в данном случае жираф является словарной. здесь, конечно же, во-первых, надо доказывать, почему мы слышим звук «ы», а вот для жираф, а для его написания вообще спорить будут аж три буквы «е», «ы» или «и». Если кто-то видит, значит, знаком с этим правилом. Но в слове кувшин обратите внимание, парни согласны. И здесь, конечно же, акцент идет, может у вас это слово вообще на уроке увести в другое русло, потому что буква «В» на схеме, обратите внимание, моделька глухого, согласного звука. Поэтому к этому надо быть предельно готовыми. Опять же, я вам даю фрагмент, почему все-таки вывела это, чтобы предупредить, еще раз делать акцент, насколько надо быть внимательным в подборе слов. Ну вот в данном случае, условно, если, да, условно, допустим, мы каким-то образом, дай Бог силы, здоровья, нам с этими словами справят, мы все-таки подводим к тому, что мы будем говорить о написании гласных, обозначении, прошу прощения, гласных звуков, гласного звука «Ы» после букв «Ж» и буквы «Ш». Посмотрите, вот мы должны будем сравнить написание этих слов и понять, какие звуки в словах не обозначены буквами. Здесь мы должны сакцентировать внимание как раз уже, если ребята даже вас в слове «пупшин» скажут, что там такое несоответственно с буквами и звуками, сказать, что ребята, это другая история. Мы сейчас поговорим о группе бесплатных, как мы берем это в кармашек, вернемся к этому. И вместо слова «жираф» мы можем оставить слово «жир», можно там «ширно» тогда сделать, но здесь нам надо, конечно, что после буквы «лужи» тогда оставить более удачно, чтобы у нас с вами была сильная поверхность для звука «Ы», чтобы мы его четко слышали. И здесь как раз сравниваем написание звуковых моделей буквами, мы можем сказать, что мы должны подвести к тому, что мы будем с вами, вернее, на уроке, ребята, потому что мы будем вызначать, выбирать букву для обозначения буквы. И после согласно букв «жи» и «ши». Вот она будет тема урока. Она достаточно длинная улучшит, обратите внимание, но я вам грамотно формулировку сказала. Если ребята понимают как уже разведены понятия звук и буквы, то как раз на эту формулировку мы, собственно, не будем. Фиктировать ее в таком сочетании точно не надо. Мы ее потом откроем тема урока, когда будет, собственно, сделано открытие. То есть, смотрите, как этапа, мы будем этап за этапом уточнять тему. То есть, мы сначала рамки создали тематическую, здесь мы обнаружили еще некую проблему, и вот как раз мы с вами переходим к следующему этапу, когда обратите внимание к проблему, вот это должны, каждый ребенок должен сам попытаться выполнить это задание. То есть, здесь я рекомендую использовать веер-букс или планшетку, но никак не карточку, для того, чтобы не заострять внимание на неправильном написании буквы, чтобы не было ошибок. Мы с вами говорим, что мы с вами интлюзивно обучили. Есть категории нарушений в развитии детей, при которых психологи, дефектологи говорят о том, что дети не должны видеть на доске ошибок. В данном случае, как мы можем от этого участвовать? Мы предлагаем выбрать букву для обозначения звука и эту букву показать. Они пишут эту букву на планшетах и показывают нам эту букву либо показывают на геймере. Но мы на доске ее пока не пишем. Какая форма записи может быть на доске? Посмотрите, пожалуйста. В данном случае знак вопроса, который соединяет пропуски в двух словах. И здесь, посмотрите, с нутой под знаком вопроса появляется и салон с изученными властными буквами. Напоминаю, на самом деле конец периода обучения в грамоте и все буквы уже изучены. И в данном случае, посмотрите, под наши 10 гласных букв давайте выберем, какой буквы будем обозначать звук И. И здесь, конечно же, нам надо понять, что у нас есть два варианта либо буквы И, либо буква И. Как нам разобраться? Что нам поможет? И вот здесь как раз я еще раз подчеркиваю роль буквы как кладезь и наук. Здесь мы как раз уже на этом этапе, только на этом этапе мы открываем буквы. Здесь, посмотрите, пожалуйста, еще разочек. Научиться. Мы как раз формулируем цель. Чему должны научиться на уроке? Здесь вот ребята сами формулируют обозначать звук И после букв в сочетании после букв Ж и букв Ш. И И вот здесь посмотрите, вот мы открываем учебник. И посмотрите, вот идет подсказка даже не подсказка, а правило после букв Ж и Ш пишется буква И. И вот как раз решение задачи с помощью буква мы эту задачу решили, способ открыли, и мы должны на следующем этапе уже перевести, перейти к освоению способа. Вот смотрите, буквально поможет что? Только образовывается задание на чтение слов с буквы сочетанием. Здесь обратите внимание, мы читаем слова, образуем множественное число слов, составляем, подбираем предлоги к словам, то есть мы устанавливаем связь. Мы работаем с текстом. В данном случае, как вы считаете, коллеги, при работе с текстом какое задание мы можем предложить, чтобы ребята научились видеть буквы сочетания Ж и Ш и Ш. Вот, коллеги, как вы думаете, вот с текстом, да, вы видите, в саду родство души с пошеподом. Какое задание мы можем предложить, чтобы проверить и потренировать ребята не видеть эти буквы почитания. Разбить слова на блоге, подчеркнуть карандашиком совершенно верно. Причем подчеркнуть, я думаю, что можно не просто хранить слова, да, но и не только буквы сочетания Ж, а найти и прочитать слова, да, этими буквы сочетаниями, чтобы уже подчеркнуть, что они видят. я начну с того, с чего начинал наш с вами разговор. Цель не просто начинать, вот, Наталья, спасибо большое, а мы должны научить и стать. И вот здесь, вот на этом этапе своего нового знания надо подключать работу в тетрадях или прописи, чтобы уже не выбегать вперед. Я вам сейчас покажу, что мы планировали на этот урок включить в прописи. Конечно же, может быть, заданий будет слишком много, но вы можете по своему усмотрению использовать это. Вот, коллеги, вот, спасибо вам большое, смотрите, первое задание прописи на этот урок, смотрите, прописать на строчке буквы сочетания Ж, и ШИ, чтобы ребята поняли, что после этих букв будет писаться только буква И. Буква И пока не фигурируется. Во втором задании, смотрите, вписать слова и подчеркнуть Ж, ШИ, а ведь кто-то из учтений я приветствую это такое, что вот эти буквосочетания просят прописать зеленой ручкой. Конечно же, это время сядет зеленую ручку, положить ее, это шум ручек, которые бросают на партах, но зато ребята учатся выделять, не просто подчеркнуть, а выделять уже по самому написанию. Спасибо большое, Юля, которая предлагает оставить еще предложение с этими словами, а может быть наиболее удачные предложения можно попробовать еще записать. Ну, это стандартно, типовое задание, ну, что я, например, предлагаю еще включить прописи. Смотрите, пожалуйста, третье задание. Данные слова ребята должны разменить слово, поставить его во множественное число, и уже в новых словах подчеркнуть, где-то существование ЖИ или ШИ. по образцу в данном случае первое задание, обратите внимание, мы меняем число несуществительных прописываний, а четвертое задание мы уже предлагаем изменить форму глагола, то есть изначальные формы уже меняем не просто форму, мы меняем наклонение. Изначальные формы с некомитивным ставим как раз велительное наклонение второе лицо действительно число писать, пиши, решать, решить. Смотрите, это идет и развитие речи, причем мы меняем по образцу, не надо не просто списать слово, а уже посмотрите, и доизменить, и ребята будут писать новую форму слова, диктуя себе, и при этом еще должны быть подчеркнуть буквы сочетания. Здесь посмотрите, может быть объем, вы не можете и вы будете правы, если вы не скажете, что, Александр, ладно, объем-то такой большой, шесть слов все-таки дети только-только закончили писать, даже если мы говорим про эффективную началку, навык письма пишет, тот самый, коллеги, никто не говорит о том, что вы должны прям дать все шесть слов, первое задание и пять слов, второе задание написать. смотрите, здесь вы можете либо выбрать задание третье, либо четвертое, вы можете предложить первую, только выбрать первые два слова, первые три слова написать, может быть, какое-то задание дать одно, а второе, например, предложить ребятам дома потренировать. прекрасное предложение дать задание для выполнения парок и потом устроить взаимопроверку, но для этого надо, конечно, готовить вам бронзет для проверки, чтобы потом было вам легче, чтобы ребята могли с чего-то проверять и уже оценить свою работу. По вариантам совершенно верно, вот спасибо большое, то есть можно предложить первое, третье, четвертое, первое, третье, пятое задание тому варианту, второе, четвертое, шестое, другому варианту это заставит ребят быть более внимательными, что надо еще определить, да, какое слово должен я выполнить в зависимости от варианта, какое задание должен делать мой совет, совершенно верно. Посмотрите, это еще не все, коллеги, мы с вами только четыре задания с прописи рассмотрели, где-то давайте посмотрим пятые потом, посмотрите, то мы у нас с вами, извините, вернусь на предыдущий слайд, здесь посмотрите, данные, образцы, написания, письменных групп, письменными буквами, прописными, извините, а в данном случае, смотрите, дан печатный текст, смотрите, задание уже усложняет, даны слова с пропусками, здесь надо выбрать, во-первых, прочитать и выбрать подходящую букву сочетание ж и ш, а потом перевести печатный текст прописными, прописными буквами записывать, уже совершенно уровень трудностей другой, то есть, для чего я предлагаю это задание, это не значит, что вы должны все эти задания, повторюсь, сделать на одном уроке, вы должны отбивать в зависимости от уровня подготовки к своего класса, то есть, если у вас один и детский номер, оставьте это задание без внимания, сделайте на другом уроке, здесь, опять же, четыре предложения, на ваше усмотрение, успеваете все записать предложения, записываете все, сделайте выявление, предложите ребятам выбрать одно предложение, на которое им больше всего нравится, они запишут одно предложение или два, смотрите, потому что на это тоже уйдет иное количество времени, мне важно было при составлении прописи дать вам максимум, вы выбирайте то, что вам подходит, чтобы вы не тратили время на подготовку, отобрать и отбросить то, что вам не нужно, легче, чем искать исключение, согласитесь? Это пятое задание, и это, опять же, не все, смотрите, шестое задание, опять же, печатный текст, мы говорим о том, что надо учить работать с текстом, смотрите, расставить предложение так нужно, чтобы получился текст, и записать этот текст, кто-то из вас скажет, что, ну, это же только март, месяц, дети только учатся, если сложное задание, не давайте его, а если у вас есть дети, которые уже могут справиться с этим заданием, можно ему дать, и вот, опять же, говорю, про уровень сложности, не надо все в один урок вставлять, можно подпетить этому отдельный урок, то есть, ваше планирование будут уроки закреплены, то есть, вы попридешите это задание, не давайте его, оно идет как номер шесть, если оно сложновато, опять же, повторите, не надо это дать, я вам предлагаю то, что было заложено, короткие предложения, их четыре, их правильно расставить, надо тренировать, я понимаю, что нужно отдельное время выделить это, но, если у вас оно будет, если вдруг, я знаю, что мои ситуации, когда я учила ребят в период обучения грамоти, для меня прописи были пустыми, потому что надо было как-то работать, и приходилось эти задания не запретать, моя задача вам предложить, а вы на сусмотрение будете отбирать, предлагать это задание или не предлагать его, или посетить отдельный урок, чтобы научить себя с по выполнению. Вот, и посмотрите, вот с первого по шестой задания предлагаются на закрепление, на строение нового способа, а как быть с этапом самопроверки, смотрите, вы видите, уже в сами прописи заложено седьмое задание, запиши слова под диктор учителя, строчки пустые, это намек вам, что давайте нажимайте, чтобы ребята подпоминговались под диктор пустой, здесь, знаете, коллеги, вопрос возникает, ну, наконец-то урока, наверное, уже подустану, опять же, отбирайте, смотрите, какие задания они более вам подходят, в данном случае, для того, чтобы, я всегда говорю такую поговорку, для того, чтобы почувствовать, попробовать узнать, спустя рога, не надо, есть рог, есть целиком, достаточно один кусочек, поэтому, я вам предлагаю диктовать четыре слова, ну, можете оставить на двух, три слова напишите, смотрите, здесь, проверьте, пожалуйста, у меня все ли у нас с вами буквы, вот эти, в синий позиции, шина, лужи, груши, жир, смотрите, подходят они для данного этапа, элементы, то есть, удачно слова подобраны, для диктов, опять же, я мультивариант предлагала, ребята пишут их, подчеркивают, или выделяют, другим цветом, вопрос сочетания, ж и ш, и на следующем этапе мы открываем образец для проверки, посмотрите, на экране, если есть интерактивная доска, либо вы пишите на доске, ребята проверяют себя, правильно они написали слова цеперпограммы или нет, в данном случае на экране образец, не помню, нам, конечно, будут подчеркнуть, и выделить цветом, шина, вот это, ши, лужи, жир, груши, вот я считаю, что как раз на этом уроке, на этапе самопроверки, для данных диктовка будет не более эффективна, для того, чтобы дети проверены, конечно же, мы можем списывать, но при списывании, ребята уже по аналогии, они вставляют это более простой вариант, поэтому здесь диктовка более эффективна, если вы считаете, что не эффективна, сложновато, ну, опять же, оставьте несколько вариантов, чтобы ребята вставляли пропущенную букву, при проверке по образцу идет аналогичная эффектация, если ответ подпал, слова подпал, это под каждым словом ставится плюсик, если нет, то есть над вопросом, в данном случае, по каким критериям мы можем проверять работу, правильность написания слов, это одно, и вторую критерию, как раз связаны с тем, что мы только аккуратно, ребята, выписали слова, если мы будем возвращаться с вами, как мы сейчас вспомним, как просмотрят, опять же, все задания, которые, и в семь, кройтесь, опять же, обращу внимание, ваше еще раз подчеркну, что вы сами выбираете то, что вам нужно для поддержания урока, ориентируясь на индивидуальные особенности. Вот, коллеги, мы как раз завершающим этапом является этап рефлексии, опять же, вспоминаем, какую цель мы ставили на данном уровне, правило выделяется, конечно, правило, хочу сказать, мы его пропустили, видимо, оно в середине было, когда мы открывали учебник, и там был эталончик, вжиши, пиши с буквы И, поэтому правило было, а вот уже работа в прописи идет на, после чтения, на освоение нового способа, на освоение правила, потому что его очень важно, правило орфографическое, оно связано с письмом, чтения письм недостаточно, чтения достаточно на обнаружение слов с орфограммой, а на выполнение, на освоение этого правила нужно писать, и списывать, вставлять, прописывать, писать под диктовку, тогда мы осваиваем это правило. Итак, как всегда говорю, на этапе рефлексии, очень важный момент, такой является оценить, сопоставить цель с результатом, удалось ли выбрать букву для написания звука У, после букв Ж и Ш, как это правило звучит, какие трудности из них стали, где мы можем поработать. Здесь, коллеги, обратите внимание, можно предложить по желанию, подчеркну, не обязательно, по случаю, по желанию, домашнее задание, которое ребята могут выполнить. Посмотрите, вы можете предложить некоторые задания, ненаватые для письма, прописи, спокойно, то, что не справились, но здесь хочу предупредить, что ребята должны справляться с нами, без помощи родителей. Поэтому, тоже такой принцип, с маленькими, надо соблюдать, конечно же. Коллеги, вот, в принципе, я вам проиллюстрировала урок по ведению вот этой программы в таком бытом режиме. Давайте проверим себе, было ли удалось мне проиллюстрировать все направления организационные по этапам урока, удержание каждого этапа, и были ли ребята вручные дети. Коллеги, пожалуйста, отреагируйте, кто еще не потерял хоть мысли, я понимаю, что вы сказали, спасибо, что нам большое отреагировали. Спасибо, Ирина. Вот у нас с вами вот этот урок, я надеюсь, что это все-таки, я помню, что это первый класс, маленькие ребята, еще не русский язык, но именно эти темы дают мостикорку и личину. Коллеги, предлагаю вам сейчас себя про... оцените, пожалуйста, на какую ступеньку классическую на спальне идет ход, вот наши с вами критерии для оценивания, нижняя ступенька, если бы ты или нашего вебинара не достигли, вторая ступенька, вторая ступенька, если есть какие-то затруднения у вас, и третья ступенька, если бы ты достигнут затруднения. Коллеги, спасибо большое за вашу участие, что вы себя так отнимали, я очень надеюсь, что вот это содержание нашего вебинара вам очень поможет в работе, мы вот на такой ноте в своем курсе обучения грамоте уже у нас с вами завершаем, и я вас приглашаю поучаствовать в вебинаре в марте, мы будем говорить с вами про урок по самому перечению учебной задачи уже в рамках курса русского языка, мы с вами посмотрим на содержание про логику и поведение темы уже на примере такого интересного предмета. Поговорим об особенностях, чтобы вам тоже было, если вы работаете в первом классе, чтобы вам как раз это содержание помогло. Коллеги, если у вас вопросы хотите быть готовы на это ответить, желаю вам всего доброго, и хочу сразу поздравить с наступающим праздником, пожелать конечно же здоровья оставаться очень уж очаровательными, женственными, несмотря на то, что у нас с вами в прописи откладывают отпечаток. Поэтому всего вам доброго, до встречи в марте, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok